В Челябинской области суд вынес приговор жителю Курганской области, признав его виновным в даче взятки сотруднику таможни. По данным суда и следствия, 13 февраля текущего года сотрудники отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни задержали жителя Курганской области, который передал сотруднику таможни взятку в размере более 300 тысяч рублей. Взятка предназначалась за содействие в беспрепятственном ввозе товаров на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан. Взятка дателю назначен штраф в размере 2 миллиона 600 тысяч рублей. В Китовском районе Курганской области 14 июля на неофициальном пляже Серебряный ручей был спасен ребенок, который начал тонуть. Водолазная группа, работавшая в этом районе, пришла на помощь, услышав крики. Когда водолазы вытащили подростка на берег, он уже не дышал. Ему была оказана необходимая помощь, а также был проведен ряд реанимационных мероприятий. В итоге мальчик выжил. Напомним, в Курганской области по состоянию на 9 июля утонули уже 10 человек, среди них трое детей. На территории Курганской области с 15 по 25 июля и с 26 августа по 4 сентября проходит операция МАК. Как поясняют в пресс-службе ОМВД России по Курганской области, проблема незаконного потребления и распространения наркотических средств растительного происхождения является актуальной для нашего региона. В прошлом году из незаконного оборота было изъято 44 килограмма наркотиков растительного происхождения. Стоит отметить, что люди, которые выращивают такие растения, рискуют лишиться свободы на срок до 8 лет. Вторая половина лета в Курганской области будет богата на яркие и интересные события. Ближайшие события, на которые приглашают гостей из районов и соседних регионов – Крестовско-Ивановская ярмарка. Она состоится 20 июля в селе Крестовском Шадринского района. 3 августа на территории Далматовского монастыря пройдет фестиваль русской музыки. Гостей ждет выступление известного оперного певца Дмитрия Корчака в сопровождении оркестров нашей области. 17 августа в Китовском районе на площадке база отдыха Баден-Баден состоится фестиваль воздухоплавания. В программе празднования Дня города в Кургане и Шадринске на центральных площадках с концертом выступят группа Любе и Пелагея.